Один наш боевой товарищ на занятиях по ФИЗО другому боевому товарищу дал бой по челюсти случайно. В футбол играли каждый день. Челюсть сломалась в двух местах. Того, у которого сломалась челюсть, положили в подростки в госпиталь. А, нет, это Марков, извините, он сломался бедогу в очередной раз. Человек, который 150 раз потянет, делал подъем переворот, сломался бедогу в четвертый раз. Его положили в подростки в госпитале, это был 1980 год. В отделении, где лежали люди с изувеченными конечностями. Ну и там вы лежали, ребята с Афганом. Говорят, ты на чем? Он говорит, на БТР-60, а ты на чем? А я на СО-25, а ты на чем? А я на ПДН-7. Это такой специфический агрегат. А, ну а я знаю ПДН-7, такая штука классная, стреляет точно недалеко. Да-да-да-да. Это такой стол большой, с лампами моего, чтобы на нем можно было выполнять свои боевые задачи. Меня мой друг советный спросил когда-то в лоб. А где тебе конкретно помоевать пришлось? А я ответил, брат мой, прости меня, родной. Я в этой жизни ратный, был крысою штабной. Я в этой жизни ратный, был крысою штабной. Мы стопку загасили. За странности судьбы, как много есть в России, чего не может быть. А по пути обратно, в грохочущем метро, В уме листал я карту своих военных строк. Америка, Ирак и Аргентина, Абхазия, Осетия, Чеченя, Земного шара, верная картина, Была бы невозможна без меня. Я лезу ему и лупой, товарищ дорогой, Своей рабочей группой. Гасил конфликт любой, В ответенное время, В субботу, по ночам, Я полностью по теме вопросом отвечал. В эпоху интернета и дорогих ПК Лежит моя планета, Опять в моих руках, Отбросив фарисейство. Ты понимаешь, брат, Я всех военных действий На свете ветеран. Фолкленды, Сомали и Элитрея, Китай и Пальплестина, И Вьетнам, Везде, где грохотали батареи, Конкретная была работа нам. Везде, где грохотали батареи, Конкретная была работа нам. Аплодисменты. Аплодисменты.